Неужели эта одаренная актриса добилась всего сама? У нее потрясающая фильмография, несмотря на то, что россияне сомневаются в ее актерских способностях, называя актрисой одной роли, безликой, похожей на дочь знаменитого Михаила Боярского, Лизу и актрису Марину Александрову. Неужели в российском кинематографе нет достойных актрис, способных завоевать сердца зрителей безоговорочно? Эмилия Спивак, несмотря на знаменитую фамилию и влиятельность режиссера отца Семена Спивака, уверена, что роли ей достаются не за красивые глазки, а за врожденный, генетически переданный талант. Как Эмилия Спивак пробилась в киноактрисы и почему личная жизнь вызывает столько вопросов? Она чуть не затмила Анну Ковальчук в «Тайнах следствия», когда появилась в очередном сезоне сериала. Фурор был бешеный, а зрители полюбили молодого следователя Евгению Анатольевну. Режиссеры не очень-то надеялись на ее успех в этом проекте, но никак не ожидали, что она превзойдет все ожидания, учитывая, что опыта в кино у Спивак совсем не было. Так и началась карьера нашей героини, которая продолжает процветать и приумножаться интересными ролями. Эмилия признается, что у нее никогда не было страха перед именитыми актерами, поэтому возлюбленную Фандорина в исполнении Олега Меньшикова она сыграла потрясающе. Так как же быть с отцом Семеном Спиваком? Помог он доченьке пробиться или она действительно добилась всего сама? Поклонники актрисы утверждают, что в помощи со стороны отца нет ничего зазорного, дескать, любой бы своему ребенку помог, тем более, если у него есть амбиции. А вы как думаете, допустимо ли продвижение в карьере за счет влиятельных родственников? Тем не менее, Эмилия не посрамила папину фамилию, а вот продолжить род не торопится. Нашей героине 41 год и из самых серьезных отношений были 4 года общения с Данилом Спиваковским. Они пытались быть серьезными, пытались встречаться, но, живя в разных городах, так и не нашли общей геолокации. С тех пор слухи о романах Эмилии вдребезги разбиваются о горькую действительность. Она по-прежнему одна. Актриса сильно болеет за свое дело или просто умнее всех остальных и понимает, построить крепкую семью и сохранить карьеру – очень непростая задача. Так зачем усложнять себе жизнь? А вы как думаете, Эмилия Спивак действительно талантливая актриса, которая самоотверженно служит мельпомене, вопреки собственному счастью? Или папа все-таки сильно помог? Пишите свое мнение в комментариях.